Всем привет! С вами Алена Руталаш, управляющий партнер компании Роско. Многие помнят эту сцену из культового фильма «Бриллиантовая рука». В декабре прошлого года принят закон, к которому установлены новые правила работы такси. Однако большая часть положения вступит в силу только в начале сентября этого года. Что изменилось в правилах организации перевозок и какие требования прописаны для перевозчиков? О плюсах и минусах нового закона поговорим в нашем новом видео. Новым законом предусмотрено создание сразу трех реестров. Они будут содержать информацию по всем перевозчикам в такси и службам заказа такси. В первый реестр войдут все компании и пэй самозанятые, осуществляющие перевозки на легковом такси. Второй составит те компании, которые получают вызовы от потребителей и передают их перевозчикам. А третий включит список автомобилей, используемых при перевозках. Реестры будут напоминать электронные базы данных. В них планируют хранить сведения обо всех разрешениях на оказание услуг такси. Для того, чтобы впредь работать в такси, водителю необходимо будет заключить трудовой договор с компанией-перевозчиком. Самостоятельно зарегистрироваться как ИП или быть самозанятым. При этом нужно иметь права категории «Б» – стаж вождения от трех лет и успешно пройти аттестацию на знание города. В каких случаях водителю такси могут отказать в трудоустройстве, расскажет юрист компании «Роская» Максим Леонов. Препятствием для работы водителем станут следующие обстоятельства. Первое. Наличие судимости за определенные преступления. Второе. Наличие трех и более неоплаченных автомобильных штрафов, кроме тех, срок оплаты которых истек. Третье. Наличие двух подряд административных наказаний за нарушение ПДД в виде ареста или лишения водительских прав. Все мы сталкиваемся с вопросами, связанными с трудоустройством. Каждая из сторон, будь то работник или работодатель, имеет определенные права и обязанности. Для эффективной защиты своих интересов стоит обратиться к юристу по трудовым спорам. Если вам нужна помощь компания «Роска», позвоните нам по номеру, указанному на сайте. Или оставьте онлайн заявку через форум обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Какие новые требования прописаны для перевозчиков? Перевозчики обязаны использовать в работе только те автомобили, которые допущены к участию в дорожном движении и соответствуют установленным требованиям. К управлению транспортным средством разрешено допускать водителей, которые заключили с перевозчиками трудовой договор и соответствуют установленным требованиям. О том, каковы особенности оформления трудового договора, мы рассказывали в одном из наших предыдущих видео. Переходи по ссылке и поддержи нашу компанию лайком. Как, согласно закону, изменится порядок оплаты? Законом предусмотрено введение единого порядка оплаты за поездку. Он будет обязателен для всех такси в России. Расчет стоимости может производиться перевозчиком, службой заказа или по таксометру. При этом в законе сказано, что с тарифами пассажиры должны быть ознакомлены заранее. Их нужно указывать на сайте перевозчика или службы заказа. Какие требования прописаны для служб заказов? Главное новшество – это разделение ответственности. Так служба будет нести солидарную ответственность, если у перевозчика не было разрешения на поездку. Полная ответственность наступает в том случае, если служба заказа не была уведомлена о наименовании перевозчика. В случае с самозанятым ответственность наступает тогда, когда страховка по ОСАГО не покрыла реально причиненный ущерб. Автомобили служб такти должны иметь соответствующий внешний вид. Обязательными условиями является наличие шашечки на кузове, оранжевый фонарь на крыше и окраска кузова в специальный цвет, установленный законодательно. Кроме этого, в салон автомобиля на видное место следует поместить информацию о водителе, перевозчике и тарифах. Какие плюсы и минусы введения нового закона? К плюсам можно отнести единый подход к ценам и ознакомление с ними до перевозки. Закон разрешает менять цену в зависимости от времени, дня недели и класса комфортности. Но они должны быть заранее опубликованы в общедоступном месте. Как вы считаете, является ли правильным такое решение? Пишите свое мнение в комментариях под этим видео. Продолжим. Среди минусов можно выделить рост цен. По мнению специалистов, он неизбежен, так как дополнительные требования к перевозчикам потребуют от них значительных вложений. Службам такси придется полностью перестраивать свою работу. В результате не все из них смогут соблюдать установленные требования. Поэтому количество компаний может резко уменьшиться. Проблемы могут возникнуть и с самозанятыми водителями. К примеру, страховка ОСАГО, которую они обязаны оформлять, во много раз дороже обычной. А помимо этого придется выполнять еще ряд других требований. Во многих отдаленных районах единственная возможность добраться куда-либо – это такси. Работают там частники-физлицы, которые по новым правилам работать, скорее всего, не станут. Это вызовет всплеск незаконных перевозок, что не только не повысит безопасность для пассажиров, а наоборот может привести к значительному ее снижению. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы, смело пишите их в комментариях. Или позвоните нам по телефону. Все контактные данные вы можете найти по ссылке в описании к этому видео. И, конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе. Пусть русская. Редактор субтитров А.Семкин